Аптека для бережливых Аптека для бережливых Заботится о вас Здравствуйте! В эфире Первого городского службы новостей Город в студии Алексей Каловкин Чем запомнились эти выходные калининградцам? Что больше всего обсуждали в понедельник? Узнаем в ближайшие 20 минут Ну и вот о чем пойдет речь Раньше чем по календарю В Калининграде ожидается до плюс 30 Пробудет ли такая погода и летом? Польские ветеринары сообщают О новых вспышках африканской чумы свиней Стоит ли опасаться вируса калининградским фермам? Одни торопятся, другие нарушают Не глядя, ну а третий и вовсе Такое чувство, что с правилами не знакомы Телезрители Первого городского продолжают делиться Фото и видео историями с калининградских дорог Когда Владимир Путин планирует провести прямую линию На какую профессию в регионе может стать больше И какие продукты подорожают Смотрите в бизнес в новостях Перекрытие дорог Смена четырех колес на два И советы от Алиханова Как прошел в этом году велопарад Смотрите в селфи-репортаже с места событий Ну и начнем с темы, которую, наверное, сегодня обсуждал каждый калининградец В город верными и быстрыми шагами идет настоящая жара В понедельник, 28 мая, столбик термометра достиг рекордных за этот май 27 градусов тепла Такая погода, по прогнозам синоптиков, ожидается до конца этой недели Самым жарким днем станет среда В этот день будет от плюс 28 до 30 градусов Температурный спад ожидается только на следующей неделе Но и тогда ждать дождей не стоит А вот какая погода будет в первый месяц лета Расскажет наш постоянный эксперт Галина Баринова И ей слово Это для Калининградской области достаточно нормально Особенно в период потепления Действительно, анализ показывает Что в ближайшие три дня Температура в Калининградской области будет довольно высокой И вполне вероятно, что она будет в пределах 29-30 градусов Особенно в дневное время И связано это с антициклонами Которые располагаются над Северной, даже можно сказать, Скандинавией И над европейской частью России Поэтому заток воздуха и завтра, и послезавтра будет идти с южных районов Можно сказать, с Причерноморья и с Прикаспия И поэтому воздушные массы будут к нам поступать очень прогретыми А уже в начале июня там ситуация может измениться И будут поступать уже воздушные массы с Атлантического океана В западном переносе будет формироваться более низкий фон температуры И с осадками А в эти дни вполне вероятно, может быть, не в самом Калининграде Где-то в Калининградской области могут наблюдаться и грозы Особенно, я думаю, на востоке области такая ситуация может быть Ну и перейдем к другим темам В Польше снова сообщает о новых вспышках африканской чумы свиней Так, по данным ветеринарной службы страны Только за последние две недели вирус обнаружили сразу в нескольких хозяйствах Причем в одном из них содержалось порядка 800 животных По сообщению ветеринаров, в Мазовецком воеводстве осталось только 28 свиней Все они оказались заражены Врачи подозревают, что вирус принес кто-то из чужих Ведь в хозяйстве соблюдались все нормы безопасности Настиг вирус и Люблинское воеводство Там пострадали почти 700 свиней Они также находились в зоне карантина В апреле из-за вируса в отделе карантин и в Калининградской области Но сейчас он снят И, как уверяет в Россельхознадзоре, переживать нам не о чем Ситуацию мы постоянно мониторим На сегодняшний день, как видите, ну скажем так Прогноз осторожный, как говорят медики Нельзя говорить, что мы победили, а че... Да, тут, понимаете, нужен постоянный контроль Постоянный мониторинг То есть мы взяли контроль над ситуацией И самое главное сейчас не упустить и не дать этому заболеванию укорениться на территории региона Чтобы не дать вирусу распространиться дальше, в соседней республике также принят ряд мер Например, там нельзя вывозить свиней с территории ферм Перейдем к другим темам В это время братьям нашим меньшим снова требуется помощь На этот раз в ней нуждаются постояльцы дома для одиноких кошек К нам в редакцию прислали видео волонтеры этого приюта Они рассказали, что у них на попечении сейчас находятся десятки больных и искалеченных животных Какая помощь им необходима в первую очередь, расскажет руководитель приюта Анна Брылевская Нашему приюту порядка 10 лет Начиналось все это с маленькой однокомнатной квартиры, куда принесли одну больную кошечку Кошечка выздоровела, а мы поняли, что в принципе мы хотим заниматься этим уже более масштабно Помощью бездомным животным И постепенно все это вылилось во все это предприятие Мы продали квартиру, это наверное самый рискованный наш шаг за всю жизнь, свое единственное жилье Купили этот участок и дом И уже здесь мы принимаем кошек, которые нуждаются в нашей помощи В основном принимаем мы кошек травмированных, кошек инвалидов Старых кошек, у которых нет больше хозяев и они попали на улицу Здесь у нас тоже несколько собак, но они тоже как бы все скажут с печальной историей Но в основном конечно специализируемся мы на кошках Кошек здесь сейчас порядка 120 штук Помощь нам очень нужна, потому что все это содержится только на наши личные средства И на пожертвования неравнодушных граждан Государство нам не помогает, к сожалению, вообще никак Поэтому, чтобы это все функционировало, чтобы мы могли помочь как можно большему количеству животных Мы всегда обращаемся с просьбой о помощи к неравнодушным калининградцам Помощь приюту нужна разнообразная В первую очередь это помощь кормам, потому что питомцев много и число их не уменьшается К сожалению, поток травмированных кошек не иссякнет никогда Также нам нужна помощь медикаментами Помощь в оплате стационарного лечения животных Помощь руками, потому что строительство приюта продолжается, мы продолжаем расширяться Узнать подробнее, как нам можно помочь, можно в нашей группе ВКонтакте Она так и называется Дом для одиноких кошек Оказать помощь приюту можно, перечислив любую сумму на счет Реквизиты можно узнать в группе ВКонтакте Дом для одиноких кошек Или позвонив к нам в редакцию по номеру 555085 Ну а в это время калининградские рыбаки выловили в Балтийском море затылочную кость большого, я бы сказал, огромного кита По сообщению пресс-службы Музея Мирового океана Кость весом в полторы тонны была найдена на глубине 70 метров Эксперты считают, что длина млекопитающего могла быть больше 20 метров А вот сколько лет кость пролежала на дне, предстоит еще только узнать Еще больше новостей мы расскажем далее в рубрике «Короткой строкой» Вниманию автомобилистов! В Калининграде на три знака, запрещающих парковку, станет больше Парковаться нельзя будет на улице Грекова у входа в КГТУ, в районе улицы Больничной и улицы Салтыкова-Щедрина По сообщению городской администрации, ограничения будут действовать с 30 июля Дом Советов наконец может ожить Его хотят превратить в выставочное пространство Московского центра дизайна В столичном центре проходят современные выставки, показы одежды, фестивали еды, например, крафтового сыра Такое может быть и в Калининграде, если, конечно, удастся найти инвесторов В стране отмечают День пограничников В Калининграде праздничные мероприятия прошли выходные Пограничники прошли строем по Гвардейскому проспекту до Площади Победы Кадеты несли в руках портреты героев А на стадионе Балтика можно было увидеть выступления кинологов и военную технику А также попробовать кашу из полевой кухни На Курской косе разрабатывают новый турмаршрут со смотровой площадкой Руководство парка планирует облагородить саму территорию, а возле батареи Рауль сделать настилы Работы планируют завершить к концу этого года В Зеленоградск и Светлогорск запустят скоростные поезда «Ласточка» Остановок у нее будет куда меньше, чем у обычной электрички За счет этого тоже будет экономиться время в пути Экспресс-поезда будут отправляться со 2 июня с Южного вокзала Самый известный подземный переход города преобразился Перед чемпионатом мира его стены покрыли тематические граффити с футболистами И даже дали ему название «Балтийский тоннель» Оценят ли такое искусство болельщики, мы узнаем только по их приезду О том, как проходит в целом подготовка к Мундиалю, известно уже сейчас Спонсор рубрики «Дневники чемпионата» Агентство недвижимости «Этажи» После проведения Мундиаля на стадионах во время игр российского чемпионата Пивные напитки продавать не будут, о причинах такого решения не сообщается Напомним, что на стадионах и фан-зонах во время мирового первенства Пенные напитки продавать разрешили Известное американское издание назвало новый Калининградский стадион ослепительным По мнению журналистов он напоминает круизный лайнер, а опоры выглядят как корабельные мачты Напомним, что после чемпионата арена на 35 тысяч мест отойдет команде «Балтика» Домашние матчи которой в прошлом году собирали в среднем по 4 тысячи человек Только вот арена отойдет команде без парковок После чемпионата их разберут и тротуарная плитка будет направлена для городских нужд Об этом сообщил вице-премьер областного правительства Александр Ральбинов Но пустовать остров будет недолго, сразу после Мундиаля там начнется комплексная застройка Но вернемся к планам на сам чемпионат В дни матчей возле нового стадиона должны будут выступать 220 артистов На это из областного бюджета выделяется 6,5 миллионов рублей Извещения о торгах опубликованы на портале госзакупок Проходить культурная программа будет с 17.30 до 20.00 на территории между вторым эстакадным мостом и стадионом Спонсор рубрики «Дневники чемпионата» Агентство недвижимости «Этажи» Не нужно ждать, пока в городе обустроят велодорожки Велосипедистам нужно захватывать улицы Это цитата И не кого-то, а Антона Алиханова Кстати, он сам же последовал своему совету И так и сделал А вместе с ним еще 3,5 тысячи человек На этих выходных в Калининграде прошел велопарад дороги Правда, захватывать не пришлось Для удобства велосипедистов специально перекрыли центр города О том, как это было в селфи-репортаже моей коллеги Анастасии Соколовой Уже через пару минут начало Вы посмотрите только сколько велосипедистов Я бы очень хотела быть вместе с ними, но у меня украли велосипед Поэтому я буду всего лишь смотреть и завидовать Ну и знакомиться Пойдемте Движение началось Наверное, я не ошибусь, если скажу, что здесь минимум тысяча человек Мы из городской просто можем себе Для понтон Для понтон? Мы через Россию у нас сегодня Попробуем Я нашла очень красивую девочку Здрасте А что у вас за костюм? Это гаечка? Я думала, вообще я считаю, как костюм миньона А, точно, это же миньон Я не против гаечки А почему на велосипеде миньон, а не пустальон в печке? Потому что тематика желтого цвета А за моей спиной сейчас на велосипеде наш губернатор И он тоже присоединился к велопарату Единственное, жаль, что он не в костюме, а в спортивном костюме Но ничего Губернатор говорит, что не надо ждать, пока нам построят велодорожки Нужно захватывать улицы и двигаться по ним на велосипедах На велопарад наделись или вы так обычно по городу ездите? На велопарад Но люблю очень желтый цвет Мне просто попала как раз мальчик А что у вас за образ? Образ солнышка Я бы так хотела ехать с ними Там даже едет Пикачу Пикачу едет, а я не еду Может мне удастся у кого-нибудь взять погонять? Паша, а что вы за велосипед? Что это за колеса такие огромные? На байк А зачем он нужен? Для бездорожья А то есть куда вы на нем ездите? В данный момент здесь катаемся А так вообще? Здесь по грязи там Угнала тебя, угнала Ну и что же тут криминального? Угнала Я этот велосипед, но он очень тяжелый, поэтому я его вернула Я в этой толпе потеряла своего видеооператора Миша! Миша! Мне разрешили звякнуть звоночек Анастасия Соколова, Михаил Эльбаум, служба новостей город И это еще не самые интересные новости И вот о чем расскажем во второй части нашего выпуска Одни торопятся, другие нарушают не глядя Ну а третьи и вовсе такое чувство, что с правилами не знакомы Телезрители первого городского продолжают делиться фото и видео историями с калининградских дорог Когда Владимир Путин планирует провести прямую линию На какую профессию в регионе может стать больше и какие продукты подорожают? Смотрите в бизнес новостях Как можно оказаться на другом берегу Невы всего за пару минут? И как попасть в книгу рекордов? Знают пользователи интернета, которые сегодня стали героями наших новостей Ну а теперь полезная информация от наших партнеров Не переключайтесь, реклама пройдет быстро Вы смотрите служба новостей город и мы продолжаем Теперь шокирующая многих новость от наших соседей В Литве местный житель во время ссоры расстрелял престарелую соседку и ее зятя По данным литовских СМИ, оба погибли на месте А когда во двор прибыла полиция, то мужчина сначала отстреливался от силовиков, а после покончил с собой О причинах происшествия не сообщается Криминальную тему продолжают новости с места происшествия Начнем с новости, которую обсуждают сегодня во всем мире В Париже мужчина спас ребенка, который повис с балкона на пятом этаже жилого дома Чтобы снять малыша, прохожему пришлось сбираться по фасаду Геройский поступок оценил президент Франции Эммануэль Макрон, который назначил с Малийцем личную встречу В Калининграде на Люблинском шоссе произошла авария По предварительным данным, водитель Пижоне справился с управлением и врезался в Ниссан Пострадали 4 человека, в том числе беременная женщина и 9-летний ребенок На месте ДТП работали спасатели В СНТ Золотой Петушок ночью сгорел автобус, который, по словам местных жителей, принадлежит руководству, товарищества По их же данным, в автобусе находились документы К слову, накануне местные проводили собрание, на котором решили сменить председателя В Калининграде полиция разыскивает Павла Селефонова Три дня назад мужчина около 11 утра вышел с работы на проспекте Мира, после чего его никто не видел Приметы На вид, 40 лет, среднего телосложения, рост 160-167 см Был одет в синие джинсы, зеленую рубашку, в клетку, синие туфли Всех, кто хоть что-то знает о местонахождении Павла Селефонова, просят позвонить по телефону, который вы видите на экране или 02 В Калининграде на проспекте Мира произошла авария с участием четырех автомобилей По словам очевидцев, Мазда выезжала со второстепенной дороги, не уступила Митсубиши и врезалась в нее Последнюю развернула и выбросила на встречную полосу, где и произошло столкновение с еще двумя иномарками Свидетели сообщают, что водитель Митсубиши получила травму ноги, ее увезли на скорой О других новостях мира автомобилистов мы расскажем далее На видео попала авария на Московском проспекте Водитель грузовика не рассчитал ширину своей машины и задел кузовом автобус, который начал разворачивать и чуть не вынесло прямо на остановку, где находились люди По словам очевидцев, никто не пострадал А на этих кадрах можно наблюдать самых торопливых Два водителя пытались объехать пробку на Красносельской, но они не учли того, что встречная полоса предназначена для встречного потока автомобилей В которые нерадивые автомобилисты и уперлись Вдобавок не оценили такой поступок и водители попутного ряда, которые долго не пускали их обратно в полосу Образовался небольшой затор От торопливых перейдем к потерянным Водитель белой иномарки, видимо, не вспомнил, что правила дорожного движения велят поворачивать из крайней полосы и самоотверженно бросился на парковку торгового центра Наперекор правилам, разметке и здравому смыслу, прямо под колеса владельца видеорегистратора А здесь мы можем наблюдать апогей торопливости Водитель БМВ решил срезать свой путь и проехался навстречу круговому движению Что это было, бунт, спешка или водитель просто перепутал направление движения, доподлинно неизвестно Но теперь подошло время для новостей из мира экономики, бизнеса и политики Когда Владимир Путин планирует провести прямую линию Повысятся ли цены на алкогольную и табачную продукцию в ближайшее время И каких специалистов будут готовить в нашем регионе На эти вопросы и не только ответит моя коллега Кристина Булыцына Спонсор бизнес-новостей, строительная компания «Тамак» Здравствуйте, начнем с новостей страны Стала известна дата, когда пройдет прямая линия с президентом Эфир по сообщению Пресс-службы Кремля назначен на 7 июня в 12 часов дня по московскому времени Трансляция пройдет сразу на нескольких федеральных теле- и радиоканалах Обратиться с вопросом в главе можно через сайт программы Либо с помощью специальных мобильных приложений, например, Москва-Путину Или в соцсетях Вопросы принимаются уже с 27 мая и будут приниматься вплоть до окончания программы 7 июня Тем временем в Министерстве здравоохранения предложили увеличивать налог на табачную и алкогольную продукцию каждый год А именно на 10% на спиртное и 20% на табак Новые акцизные ставки могут вступить в силу уже в этом году, либо до 2020 года Повышение стоимости цен, по мнению экспертов, поможет сократить доступность продукции для несовершеннолетних и повысить экономический рост К новостям региона Калининградской области и Пермский край теперь заодно На днях министры экономики нашего и Пермского краев подписали соглашение о сотрудничестве в сфере инвестиционного и экономического развития Также регионы планируют обмениваться опытом и идеями по развитию предпринимательства А следующая новость будет интересна абитуриентам В Калининградской области планируют открыть направление в сфере кинопроизводства По сообщению местных властей, речь идет о подготовке специалистов по компьютерной графике На это планируется выделить 950 миллионов рублей, из которых 300 миллионов инвестиций операторов проекта И в завершении новости, мировые в НАТО предлагают вводить ограничения на зарубежные активы богатых россиян Как пишет РИА Новости, властям стран Запада советуют тщательно изучать поступающие к ним из России деньги Так, Великобритания вовсе призывает вводить ограничения на зарубежные активы богатых россиян, которых Запад считает близкими к руководству И это все актуальные бизнес-новости на сегодня Меня зовут Кристина Булыц, на увидимся на Первом городском Спонсор бизнес-новостей, строительная компания «Тамак» Стоимость евро 37 рублей 12 копеек доллара, 23 рубля 55 копеек Такими курсы валют были ровно 10 лет назад Как они изменились спустя время и стоит ли завтра покупать иностранную валюту? Предлагаю узнать из официальных прогнозов Курсы валют на 29 мая Доллар США 62 рубля 27 копеек Евро 72 рубля 83 копейки Польские сгоды 16 рублей 92 копейки Фото, которые сейчас вы видите за моей спиной, сделаны в сквере на улице Брамса Виновник такого безобразия точно пересмотрел всем известный триллер И даже по ходу орудовал такой же пилой, как и главный герой, уверены очевидцы происшествия Кстати, калининградской историей уже заинтересовалась полиция Что еще пользователи комментировали, обсуждали в сети? Смотрите далее Партнер рубрики социальные сети, центр продажи и обмена автомобилей Риэл Авто На этих выходных прошел как будто негласный фестиваль вандализма Это видео снято на Балтийской косе Как утверждает автор, горы мусора оставили участники чемпионата по дрэгрейсингу Некрасиво, ой, как некрасиво, добавляют пользователи в комментариях Стритрейсеры провели на Балтийской косе свою вечеринку Оставили вот такую красоту И это только снаружи, если не ходить там, где стояли у них палатки А совершенно другие кадры снимает творческая молодежь Калининграда Только поэзия и красивые виды без мусора Так, калининградец написал стихотворение о нашем городе Выложил в сеть и уже набрал сотни лайков и репостов Продолжают делиться видео пользователей из концерта Егора Крида Светлогорск, известный пока еще холостяк, посетил на выходных А репосты калининградки делают до сих пор А в России обсуждают кадры из Питера На них канатоходец прошел через разведенный дворцовый мост Что заняло чуть больше двух минут Идея у канатоходца появилась несколько лет назад Когда однажды после развода мостов он оказался на Васильевском острове А ему нужно было срочно оказаться на другом берегу Невы В эти выходные отличился и Новочеркасск Донской селач сдвинул с места железнодорожный состав Весом 388 тонн Теперь его результат с большой вероятностью попадет в книгу рекордов Сам же спортсмен считает, что до него никто подобного не делал Ну и какие же новости без новостей от наших телезрителей Сейчас наш эфир продолжит традиционный опрос В котором жители и гости города делятся самыми важными событиями в своей жизни Давайте посмотрим Спонсор рубрики «Хорошие новости» Сеть магазинов европейского формата «Семейная мода» День пограничника – 100-летие Это защитники нашего отечества, которые нас оберегают Это вообще прелесть такая Я только недавно приехал к семье Был на работе, скажем, в другом городе Приехал к ребенку, к жене Я в декрете, в отпуске с детьми Отличная погода, чудесное настроение, все хорошо На сегодняшний день у меня самая хорошая новость Что у меня сын пограничник И сегодня день пограничный поиск Приехал к родителям, у них все отлично Это хорошая новость Мы сдали экзамен с товарищем на 4 Все супер, все классно, погода хорошая Во-первых, наличие работы на сегодняшний день Во-вторых, лето В-третьих, хорошие прогнозы по погоде И в-четвертых, прекрасный супруг Спонсор рубрики Плюс 27, ясно 30 мая Плюс 28, ясно 31 мая 31 мая Плюс 29, малооблачно В Гданьске 29 мая Плюс 26, ясно, без осадков 30 мая Плюс 26, ясно 31 мая Плюс 27, малооблачно В Вильнюсе В Вильнюсе 29 мая Плюс 25, малооблачно 30 мая 30 мая Плюс 28, ясно, без осадков 31 мая Плюс 24, ясно, без осадков Спонсор прогноза погоды Стоматологическая клиника На вагоностроительной 10 И это были все новости, о которых мы успели рассказать вам сегодня Напоминаю, что если вы стали свидетелем интересных событий То обязательно звоните к нам в редакцию по телефону 555-085 Ну а мне остается напомнить, что теперь свежие выпуски службы новостей город Выходят в 20 часов 18 минут В студии был Алексей Колодкин И до встречи на Первом городском Генеральный спонсор службы новостей город Сеть аптек Аптека для бережливых Заботьтесь друг о друге Как аптека для бережливых заботится о вас Редактор субтитров А.Семкин